В нашем эфире появляется Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Мы вас приветствуем, как всегда, рады вас видеть. Доброе утро. Доброе утро, все взаимно. Давайте оттолкнемся от сюжета. Вот вся вот эта история с шаманами набирает силы, пропагандистская машина, она не останавливается. Скажите, пожалуйста, вот эффективность всех этих новых методов кремлевских, о ней можно говорить, ну, и, конечно же, в своем ужасающем формате, но, тем не менее, это дает плоды для российского населения, к сожалению, пока что? Ну, это, в принципе, не новые методы. Скажем, обращение к такому иррациональному, это стандартный подход для авторитарных режимов, разные там мистификации и так далее. Это, в принципе, абсолютно нормально. Почему? Потому что, вот смотрите, авторитарные режимы, которыми является Российская Федерация, они пытаются всячески отключить иррациональную часть, да, и вот обращение к этому вот иррациональности. Потому что, ну, как-то человек рационален, да, то все то, что происходит сейчас в Российской Федерации, он с этим точно не может согласиться. И поэтому разные шаманы, которые выходят на авансцену, разные теории заговора, которые активно очень непопулярны в Российской Федерации особенно, это все получает, скажем, новую такую новую жизнь и достаточно продолжительную. И, в принципе, когда происходят потери с реальностью, что, в принципе, в России давно уже произошло, то здесь нечему особо удивляться использованию таких, скажем, подходов. Безусловно, в сфере рациональной такой, да, или в реальности просто властям России и Путину нечем особо, скажем, похвастаться. Вот поэтому они пытаются вселить какую-то надежду. Они не достигают поставленных целей, очевидно, они меняют только свои цели. Путину сложно объяснять причины так называемой специальной военной операции и самой главной причины, почему она не достигает своего какого-то успеха или, опять же, вот этих же поставленных целей. Поэтому пытаются сместить акценты и сказать, что вот сейчас, да, может, у нас не все там и хорошо, но вот послушайте этого уважаемого человека или эту уважаемую бабушку-провидицу, которая говорит о том, что все будет хорошо. Вот поэтому верьте им, все будет хорошо в любом случае. И здесь же тоже еще получается, что россияне не верят, скажем, властям своим, зато охотно они будут верить как раз вот этим вот всяким провидицам. Ну, это использует, скажем, Путин. Мне говорят, знаете, тогда получается, что складывается впечатление, что этой бабушкой-провидицей, извините за такое, наверное, нет, даже извиняться не стоит, но я говорю о Пескове, который рассказывает, как та провидица в потере абсолютной с реальностью, что они демилитаризировали Украину. Но мы же понимаем, что происходит. Это же откровенная манипуляция и, наверное, даже, ну, даже не знаю, как назвать это было бы точнее, но мы понимаем, что происходит на самом деле. И почему-то в Российской Федерации люди должны поверить в слова Пескова, который объявил, что одна из целей спецоперации выполнена. Как нужно нам относиться к этому заявлению? И неужели в России действительно верят во все эти сказки кремлевские? Ну, смотрите, Песков здесь был в положении, когда ему нужно было отыгрывать те заявления, которые уже сделал Путин. И Путин, он же сам запутался в своих показаниях. Значит, сначала он говорил, что вот они демилитаризацию сделали. Вот он, значит, говорит, что вооружения, которое было уже в Украине, нету. Вот его и поставляют другое. Ну, вот, короче, это извращенное, наверное, понимание демилитаризации. И потом это извращенное понимание демилитаризации, которое произнес Путин, опять же, запутываясь в своих словах, должен был уже объяснять Песков, и, говоря, ну, он же не может сказать, что Путин, извините, не в адеквате. Вот, поэтому он пытался подыграть, скажем, своему шефу и объяснить, что да, вот одна из целей была демилитаризация. Но, исходя из тех слов, которые произнес Путин, из того, как это пытался объяснить Песков, то задача Российской Федерации, это было просто модернизировать вооружение Украины и перевооружить нас. В их понимании это означает демилитаризация. Если так, то, ну да, они, безусловно, абсолютно правы. Поскольку, да, там, советское вооружение и, ну, скажем так, да, да, то вооружение, которое у нас, скажем, было до этого, оно все меняется, меняется на новые виды вооружения. Мы переходим интенсивно на стандарты НАТО. Мы получаем те виды вооружения, которые раньше нам даже и не снились, скажем прямо. Сейчас, то есть активно мы уже говорим о получении в 16-х. Вот, поэтому, если это была демилитаризация от советского, советских видов вооружения, ну, тогда, опять же, мы можем полностью согласиться и сказать, да, что свою задачу вы, значит, выполнили. Ну, смотрите, такая риторика, она прогнозируема. Я давно об этом говорил, о том, что Российская Федерация, она будет пытаться искать такие крючки, за которые зацепиться, и как-то вот объяснить ей, что они все-таки чего-то достигли. И демилитаризация достаточно удобная штука. Почему? Потому что, ну, всегда можно сказать, что, используя пропаганду, опять же, да, они же это больше рассчитывают на свою внутреннюю аудиторию, что вот мы-то, значит, уничтожили, они же там уже сколько там, 33 леопарда уничтожили, хаймарсы, я уже устал просто считать, сколько они уничтожили, наверное, установок там, 50 патриоты, сколько там заявил Путин? Сказали 5, да, 5 они нафантазировали. Да, из трех, которые только получила Украина. Ну, это уже меньше с тем. Вот, поэтому здесь можно много чего рассказать, ну, и удобно как-то вот попытаться съехать. И они же сейчас параллельно запускают мирные переговоры, мы же слышали много разных инициатив, в том числе от африканских представителей, и не только. Поэтому это все складывается в единую картину. Потому что Кремль понимает плохую ситуацию, в которой он сейчас оказался, он понимает, что она будет усугубляться, поэтому он опять пытается педалировать мирные переговоры, рассказывает он, какая тут Украина, что она там обманула, вот она не хочет, а мы таких молодцы, вот, пытаемся это сделать. Вот. Хотя, ну, понятное дело, что вопрос демилитаризации заявлений-то Путина ничего не имеют общего с той реальностью, которая происходит. Если говорить о демилитаризации, то Путин провел демилитаризацию собственность своей страны, уничтожил миф о второй армии мира, и, ну, продолжает дальше уничтожать военный, скажем, потенциал. То есть, смотрите, Россия не может защитить свою территорию. То есть, когда РДК заходит на территорию Белгородщины, они посылают туда, в лучшем случае, национальную гвардию, в худшем случае, это плохо обученных полицейских или милиционеров, не знаю, что там сейчас в России. Вот. А военные части, ну, обученные, да, то есть реальных военных, они туда не могут послать, потому что боятся прорыва, скажем, на других участках фронта. То есть, они полностью плюют на свое население. Вот это еще дополнительное свидетельство того, да, что потенциал военной Российской Федерации, он уменьшается. Ну, вот относительно демилитаризации, знаете, Игорь, развивая вашу мысль, очень четко все объяснили, а тут вот замечательная цитата от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба. Вот я позволю себе процитировать. В следующих сериях фактически все задачи, так называемые, спецоперации выполнены. Украина, как член ЕС и НАДО, не сможет напасть на Россию. Крым больше не является временем для российского бюджета. Нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна, как никогда. Вот это все к чему? А как вы думаете, вот чем ближе некие знаковые события, тот же, например, саммит в Вильнюсе, да, можем ли мы предполагать, что будет еще больше подобных заявлений, которые подталкивают российское общество к тому, что как бы уже цели так называемой, подчеркиваю, спецоперации достигнуты? Можно ли говорить о некой тенденции тут? Да, есть тенденция, безусловно. Смотрите, тенденция еще началась тогда, когда они сместили свой фокус, начали говорить о том, что они воюют не с Украины, а с НАТО здесь. Почему? Потому что им так легче объяснить какие-то полумеры или достижение каких-то целей. Они говорят, мы тут не с Украины воевали, а со всеми странами НАТО, прям с их вооруженными силами территории Украины. Это же вам просто не рассказывали. Знаете, как такой секрет забрасывать. И поэтому, да, это уже формирует, скажем, объяснительную базу. И у самих россиян, и у Кремля, почему они чего-то как-то там где-то не достигли. И в зависимости от того, действительно, какие будут заявления на Вильнюсском саммите. Да и самый важный вопрос, это даже не Вильнюсский саммит, это вопрос наступления Украины и его результатов. Поэтому все вот эти вот моменты, касающиеся того, что демилитаризация почти там уже закончена в их фантазиях, что они, значит, вот, да, не дали там наступить, не дали возможность первыми атаковать там Россию. Ну, в принципе, все то же самое, что в свое время там и Гитлер, наверное, рассказывал. Вот. Поэтому они таким образом, да, просто вот забрасывают уже, делают определенные точки, на которые они будут делать упор. И плюс давайте не забывать, что тот контроль, который у них есть на средствах массовых информаций, механизм, инструмент пропаганды, он позволяет им просто даже забыть о некоторых событиях. Яркий пример, это я его тоже часто привожу, это как был Херсон. Значит, до освобождения Украины и Херсона, Херсон был постоянно в фокусе внимания распропаганды, поскольку это один из областных центров, в котором удалось захватить Российской Федерации с полномасштабного вторжения, единственный. И когда Украина освободилась, они просто об этом забыли. Все, они просто это слово не вспоминают и о нем не говорят, хотя до этого это один был из главных инструментов пропаганды, когда они показывали свои величия и силы, то, что они оттуда никогда не уйдут. Вот. Поэтому они и такой механизм тоже будут применять с тем, как Украина будет освобождать и дальше свои территории. То есть мы можем предположить, что вот это заявление про демилитаризацию. Это начало пути, так сказать, жеста так называемой доброй, так сказать, воли. И дальше таких заявлений может быть больше. Но нужно понимать, что это только слова. Да, но, смотрите, они же могут сказать так, демилитаризацию, потом сказать, что деноцификацию они провели, поскольку тех, кого они демилитаризировали в их мечтах, это, значит, они были самые главные нацисты. Тут уже хорошо оно ложится, пожалуйста, почему бы не, скажем, не использовать. Потом, смотрите, они обязательно попытаются обыграть вильнюсский саммит. То есть мы же понимаем, что нам никто не скажет, что мы станем членами НАТО на вильнюсском саммите. Нам скажут про гарантии безопасности. Понятное дело, никакие гарантии не могут быть идеальными. Дальше нам, возможно, дадут сигнал о перспективах вступления в Вильнюс. Но это же все можно будет перекрутить как угодно. Вот распропаганда этим займется. Она скажет, Украину кинули, Украину обманули. А помните 2008 год, а посмотрите на заявление Байдена, а посмотрите, как ухмыльнулся Шольц, а посмотрите, что Макрону это тоже не понравилось, ну и так далее. То есть они будут все это, скажем, использовать и пытаться крутить в свою сторону, рассказывая о том, что вот это результат, это мы. Вот то, что на вильнюсе, значит, Украине точно не сказали, что вы будете членом НАТО, это все благодаря нашей специальной операции. Ну и, в принципе, я могу, наверное, перечислять очень много позиций, которые Россия будет пытаться использовать, перекручивая, вот, значит, для себя. Ну, тут еще один момент. Это должны учитывать и наши партнеры в НАТО. И вот Столтенберг, он вчера буквально сказал о том, что на Вильнюсской саммите будет объявлен пакет большой помощи военных для Украины. Возможно, он будет не таким, знаете, в плане того, что один раз дали, а возможно, он будет рассчитан на какое-то продолжительное время, возможно, даже год. Определенный поставок, ну то есть он действительно может быть объемным и масштабным. Вот тогда будет интересно посмотреть, как здесь Российская Федерация обыграет эту ситуацию. Но, опять же, голь на выдалку хитра. И смотрите, Российская Федерация, ее пропаганда, она не заморачивается абсолютно, создавать какие-то сложные конструкты. То есть они привыкли к тому, что большинство россиян у них кисель в голове, и поэтому любые слова будут восприниматься как божья роса. Вот поэтому они этим активно это используют, понимая то, что никакого там гражданского общества в Российской Федерации нет, нет оппозиции. Вот поэтому, в принципе, можно промывать мозги и дальше достаточно успешно это делать. Да, чем беднее народ, тем больше телевизор. Мы это видим на примере Российской Федерации. Спасибо большое, Игорь Петренко, доктор политических наук и эксперт аналитического центра «Обиненная Украина» был с нами в прямом эфире. Благодарим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok